Поздравляю с великим праздником усыкновения главы Иоанна Петеща. Вы все знаете эту историю. Она актитипична. Она уникальна тем, что каждым поколением она повторяется в полноте. Есть пустыня, и есть глаз вопиющего пустыни. Есть пророческое служение, и есть дворец, и царь, и власть. Есть земная власть и власть небесная. И если мы точно знаем, где находится земная власть, иногда относятся к ней критически, иногда с восторгом, то где находится власть божественная, мы не всегда точно понимаем, не точно создаем и не точно черчим ее местонахождение. Но между тем, мы знаем, что вся история, земная история, это история возможностей. У кого есть какие возможности, которые реализуются этой власти, которую он имеет. И это есть та реалия, в которой мы живем. Праведная власть или неправедная. Но также есть и божественная власть, которая скрывается, которая уходит в сторону от человеческого взора. Но между тем, она реальна, единственная реальна. И земная власть – это то, что Бог скорее терпит, чем благословляет. И вот вот здесь происходит та драма, которая происходит так или иначе в каждом поколении и в жизни каждого человека. Всегда есть шансы и всегда есть возможности приблизиться к источнику земной власти или к источнику божественной власти в зависимости от повеления, от движения, от расположения своего сердца. И если мы ищем утверждение, благословение, помощь земной власти, мы рассуждаем как Соломия и Радиада. Мы ищем, как конвертировать то божественное, духовное, что давно отношало Богом в то, что у нас есть земное, приходящее, временное, человеческое. И мы видим, что Ираида, желая утвердить свое человеческое положение, свое место возле царя и возле трона и тех возможностей, которые дает земная власть, конвертировала свои отношения с пророком Иоанном, большим, чем кто, когда бы то ни было, рождался в этом мире от женщины. Хотя, казалось бы, те же самые возможности она была употребить и до другое. Сказать, отпусти пророка, дарай ему свободу и не иметь к нему никаких претензий. И более того, слушай и исполняй то, что он говорит. И если танец моей дочери понравился, то ей пусть понравятся тебе мои слова, в силу той клятвы, которую ты дал перед теми, кто находился с тобою. Вот этот лифт, который может поднимать человека вверх или упаскать вниз, он сохраняется и для нас. Что мы выбираем? К чему стремляемся? Что на что меняем? Очевидно, если мы ищем милости Божьи, благословения Божьи, любви Христовой, мы должны услышать голос пророка, мы должны услышать голос Христа, мы должны услышать голос Священного Писания. И чтобы он, вопустивший от суеты, от и волнения, от человеческих поссусторонних забот в нашей душе и в нашем сердце, зазвучал полную силу, обрел форму, обрел очертания и стал реальностью нашей жизни. И тогда мы приближаемся к тому, что говорит Господь в Святом Евангелии. Но между тем, человек всегда раздваивается. Очевидность, деспотичность, достоверность земной власти всегда травмируют наше сознание. И мы думаем, как можно угодить ему и как можно расположить эту власть в себе. Ищем всевозможные компромиссы. Но мы должны помнить проверенный и достоверный принцип. Любой компромисс хуже, чем любая альтернатива. Если мы определяемся и точно знаем, что мы хотим, по крайней мере, на каком-то этапе мы можем покаяться, что ошибались и, обернувшись, пойти туда, когда должны идти. Но важно в этой жизни не ошибиться, потому что времени для исправления своих ошибок может не оказаться. О чем и молимся. Господи, избави нас от помыслов лукавых, от помыслов оправдания и самооправдания. Дарь нам трезвения и рассуждения. И помоги нам понять, что секира стоит возле древа нашей жизни. И что мы готовы уже быть срубленными и упраздненными. Но по милости Божией и этот день, и этот час Господь дарует нам для покаяния. Потому что покаяние – это иначе возможное. Это приближение любви Христовой и самого Христа, согласие нашего сердца, нашей души и нашего стремления. Смотри, пророчия, притечащих истечных Господней Иоанне, моли Бога о нас. Всех вас поздравляю с праздником.